Привет, дорогие друзья! Ну что, во-первых, я должен сказать, что полиция в разных местах ведет себя по-разному, даже более того, в некоторых подразделениях полиции разные сотрудники ведут себя по-разному. Ну а пока что нападения продолжаются, и в Кременчуге нападения. Они приходят всегда, вот им как медом, как медом намазанным, вы понимаете, этим чертям задроченным. Мы их не трогаем, мы к ним не приходим, нам не интересны их сейшены гунявые. Но в его свобода эта вонючая, которая уже сидеть и молчать, они приходят. Ну черти не могут, чтобы ничего не трогать руками. Вы знаете, ребята, ну это нормальные обороты. Мне хочется сказать круче, потому что я понимаю, что вот это вот быдло на самом деле, в нормальном государстве, оно не то, что не отсвечивало бы, оно просто натихонечко бы ходило там где-то на работу, низкооплачиваемым и все. Их интересует, видите, в каком я государстве нахожусь, проруссийские месседжи их интересуют. Давайте посмотрим, кто это. Вот это вот черт, который все крушит. Это руководитель Кременчугской свободы, во всяком случае, не был. Евгений Цимбал. У второго фамилия Бейгул. Пришли, как обычно это бывает, они приходят и начинают качать там чивли с ушишки. Да, это черти просто. Мабуть, они на стороне сепаратистов воевали, да? А то сепаратисты проводят? Ну так, я не знаю. Вызывайте сейчас сепаратизмом. Каким сепаратизмом я занимаюсь? Кем, вызывай полицию? Да, вызывай полицию. Выплакайте полицию, это уголовное преступление. Да, уголовное. Да, давай. Я никому ничего не приказал. Я хочу, чтобы вы приправили свои парароссийские. Ребята, когда мы возьмем власть, потому что если мы ее не возьмем, то нахер это государство нам и надо в принципе. Но если у него еще есть шанс и мы возьмем власть, мы с ними будем поступать исключительно по закону. Просто закон будет работать и я вам отвечаю. Это быдло будет сидеть. Мурло, это думает, что оно в Европе. А я в Европе. В Европе ты, сука, сидел бы под лавкой и даже не высовывался бы. Ты сам меня не даешь пройти. Вы что, вы нормали? Так, а я и кучу про этого меня не даю. А это мне не про дорогу. Что вы шел в городе? Ну, совсем в Москве офигели. У нас на Украине... Ну, смотрите, мы же ведь законники, мы же идем по закону, мы не приглашаем ребят, которые просто проломили бы ему голову и он бы там в лужу собственной мочи сканал где-нибудь. Мы вызываем полицию. Я поспілкувался с гражданами, поведомлюсь, что будет направление... Вы не видели погрозы? Угу, понятно. А вы в городе в курсе, что происходит, если вы погрозы не видели? Кто будет оформлять заявление? Вы принимаете? Когда они приедут? Вызвали сок. Когда? Никто не знает, когда они приедут. Я не знаю, когда они приедут. Я на ваш вопрос не могу ответить. Прекрасно. Спасибо, что вы уехали. Потому что патрульные и следователи, мы разные. Я понимаю, что вы разные. Но сколько раз мы вызывали полицию на нападение, всегда дожидался патруль. Когда вы вызывали полицию? Послушайте, я вам расскажу. Вы меня сейчас упрекаете в лжи или что? Я вам рассказываю, как у нас было на практике. У нас пришли ребята, начали толкать агитационный куб, начали угрожать кандидату. Вы уехали. Я приехал на место, этого ничего не было. Угроз не. Потому что люди убежали. Потому что люди убежали. Мы попросили и вызвали следователя. Все прекрасно. Вы должны были дождаться, пока приедет СОД. Это с ваших слов я должен. Да, с моих слов. Хорошо, пускай будет с моих слов. Когда вы вызывали СОД. Когда приедет СОД? Я не могу ответить на ваш вопрос. Мы сейчас будем ждать, что СОД пришло. Спасибо, что вы сейчас подождете СОД с нами. Но полиция уехала. Никого не стала задерживать. К Вите поспілкувалась с громадянами. Никаких угроз не услышали. Ну и конечно, когда полиция уехала, ВО «Свобода» привезла двух бомжей. Отсюда. Это тварь тогда. Блин, пошел вон. О, урод. Снимай, снимай, снимай. Пошел вон. Снимай, снимай на видео. Снимай на видео. Пошел вон. Придурок, пошел вон. А ну, стой. Держи его. Дурок. Слышишь, ты? Тихо, тихо, тихо. Ты кто такой? Он говнилок. Я не поняла. Ты кто такой? Ты безработный. Держите его. Держи. Ты дурок, блин. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Это будет тебе пизда. Убрал руки от меня. Руки от меня. Руки от меня. От меня, вот так ходи. Руки. Ты на меня замахнулся? Ты тварь подножная. Ты на меня замахнулся? Что ты делаешь? Я не поняла. Стоять ты, цикло, блин. Че ты в маске? Снимай морду свою. Морду? Ах ты. Тихо, не трогай меня. Я подходил. Ты кто такой вообще? Ты куда руки тянешь? Ты, блин. Сидеть будешь. Понял? Ты, блин, безработный. Что ты на меня кидаешься? А ты еще смотришь? Бомжи, блин, вонючие. Посмотрите на себя. Бомжи. Ах ты мразь такая. Ну вот эти лица. Вот это вот задержали, насколько я знаю. Тот, который снимал. Он задержан, это чучело. Второго вот этого ищут и обязательно найдут. Господа, я слышал, что некий меценат даже объявляет награду. Награду за любую информацию о втором этом ублюдке. Чем быстрее его найдете. Смотрите, чтобы проверить, что вы реально первый, не надо, если вы вдруг решите мне написать, чтобы я передал эту информацию анонимному миллионеру. Вы пишите так, что типа, нашли вы или не нашли. Если я отвечу, нашли, значит вы уже не первый. Знаете, как говорится. Смотрите, друзья, что могло, как можно было это предотвратить. Во-первых, полиция могла не уезжать, оставляя людей одних, дожидаться там второго какого-то подразделения. Потому что то второе подразделение так и не приехало. И тогда на них напали. Ну и во-вторых, полиция после нападения могла ехать чуть быстрее, чем через час. Они приехали через час. У вас направлено свечу оперативная группа. Через сколько приедет? Вы кончуете, выехали, направляются до вас. Полчаса, полчаса. Если бы они приехали вовремя... Я такого не говорил. Я говорю, что нету. Ребят уже полчаса. Если бы они приехали вовремя, не было бы нападения. Экипаж до вас приезжал, вернулся. Патруль уехал. Сот не приехал. Где? Где? До сих пор нету. Вы мне ответить не можете через сколько будет. Полиция Кременчук заступила две следствия оперативной группы. Выкликов на данный час велика кильки. Все работают вгодно чеку. Понятно. Короче, полиция не работает. Я поняла. Хорошо. Ответьте. Хорошо. Спасибо большое за помощь. Если это политика государства, чтобы полиция вот так вот себя вела там на местах. Потом сработали красиво, сработали оперативно. Точно так же было нападение на Подоле сегодня. И там Лушпены забрызгали даже полицию. Они тоже были задержаны. Один точно задержан, там 20-летний и так далее. С ними мы разберемся отдельно, однозначно. Смотрите. Уже двое нападавших, ранее нападавших, там пару месяцев назад, они получили судимость. Мы об этом говорили в Телеграме. Я, наверное, проговорю еще потом на видео. Все вот эти получат судимость, однозначно. Если они не получат судимость, таким образом, значит, ну, к сожалению, полиция, наверное, вынуждает нас обратиться к каким-то просто анонимным миллионерам, чтобы решать этот вопрос как-то иначе. Но я думаю, если это политика уже государства, вот так вот, то объявите тогда и скажите, что все там, вы можете своими силами. Может быть, мы что-то придумаем тогда. Но пока что мы идем чисто по закону и не отступаем от него. Просто я вот думаю, насколько же горит у этой конченной недовласти, что вот такое вот происходит. Что же вы нападаете на партию трехпроцентную-то, а? Я просто думаю, что они знают, какой на самом деле у нас рейтинг. Я все жду, когда с самолетов напалмом палить начнут. Вот, уроды. Каждое такое нападение у меня вызывает чувство, как вроде напали на меня. И с каждым таким нападением я буду разбираться лично.